Продолжение следует... Чтобы начать я сделаю несколько сообщений технического плана. Обращаю ваше внимание на то, что все общие тексты приветствия вопроса технического характера мы задаем во вкладке «Вопросы». Просьба формулировать вопросы по ходу моего выступления. Отвечу я на них в конце вебинара. Сегодня с вами, представлюсь, работаю я, Бордюгова Елена Владимировна. Я методист Центра обеспечения информационно-образовательных средств Института повышения квалификации. Техническая поддержка Смирнова Татьяна Владимировна, инженер того же центра. Материалы вебинара будут доступны на сайте ipk.tipk.ru. Раздел вебинары с названием соответствующего вебинара. Вот, пожалуй, наверное, все технические вопросы, поэтому давайте мы с вами начнем. Итак, еще раз повторюсь, что сегодня последняя серия в нашем так называемом сериале про пертру. Сегодня я расскажу вам про шестой чемодан «От хватания к схватыванию». Но уже в названии, наверное, понятно становится, о чем примерно, какого плана будут упражнения и игры с элементами данного набора. Скажу только, что это еще один из семи наборов, который специально создан прежде всего для психомоторного развития детей, ну и как следствие развития речи. Да, я не оговорилась, именно развитие речи, потому что развитие речи является следствием психического развития, и одним из показателей психического развития ребенка и человека. Важной предпосылкой овладения речью ребенком является развитие мелкой моторики. Да, вот именно от действия к речи. И эту мысль доказали работы Бехтерева, Леонтьева, Анохина. Они доказали влияние манипуляций рук на развитие функций высшей нервной системы, в частности, особенно на развитие речи. То есть всю работу по развитию речи нужно выстраивать именно в таком направлении, от движения к речи, и не наоборот. Такой ход развития. То есть сначала ребенок осваивает различные виды движений, и когда эти движения становятся уверенными, четкими, ритмичными и умелыми, тогда уже появляется и развитие, то есть происходит развитие речи таким вот образом. Ну, кроме того, занятия с этим набором способствуют более узкие функции, наверное. Это развитие дифференцированных хватательных движений, формирование навыка дозирования и усилий, и модуляции. Модуляция движений, что это такое? В переводе с латинского, modulatio, это размеренность, ритмичность. И если говорить о движении применительно, то тогда получается ритмичность движений. То есть мы учим детей регулировать ритм, силу движения и так далее. Также занятия с данным набором способствуют развитию представлений о числе, то есть математический такой навык, да, навык счета и классификации. Итак, предлагаю начать знакомство непосредственно уже с подержанием этого шестого чемодана и с упражнением. Переходим к нашему набору. Из чего же он состоит? Посмотрите, сколько здесь всего интересно. Очень много разных маленьких коробочек, в которых уже знакомые вам такие фишки, штыречки с наконечниками, шарики, также с дырочками. Причем они, опять-таки, уже привычных основных цветов. Красный, синий, желтый, зеленый и два цвета. Светлое дерево и темное дерево. Кроме этого, здесь множество штырьков, разных, разной длины и в той же самой цветовой гамме. То есть мы видим средние, совсем маленькие штырьки. Штырьки вот такие подлиннее, побольше. Смотрите, вот такие несколько толстых штырьков, покороче. Толстые штырьки, похоже, с ними мы уже сталкивались в первом, третьем чемодане. Такие были штыречки. Так, что еще здесь есть? Вот такие прищепки двух видов. Прищепка побольше и совсем маленькие прищепочки. Бусины, мелкие бусины. Также основных цветов. И деревянных, двух деревянных. Вот обращу внимание, в каком-то наборе я показывала. Смотрите, ну здесь особенно, потому что очень много вот этих крышечек. Я их заранее открыла. Достаточно большое усилие нужно приложить к тому, чтобы открыть вот эту банку. Не случайно. Ведь для того, чтобы ребеночек, ну не сразу смог это сделать, это способствует большей сохранности данного набора. Так, что еще смотрим? Ну такие большие штырьки с насечками по диаметру. Насечек тоже разное количество. Одна, две, три и четыре. То есть получается разного цвета и еще и разное количество насечек. Ну уже сразу напрашивается, да. Наверное, здесь пойдет какая-то работа с количеством. Резинки. Вот, во-первых, набор вот таких, ну пока обыкновенные резинки для денег. Разноцветные. То есть их большое количество. Резинки далее средние. Достаточно много их получается. Они уже более плотные. То есть требует более плотного, большего усилия приложить. Вот такие поменьше резиночки. Также можно их растягивать пальчиками. Можно попробовать растянуть пальцами. Вообще достаточно сложно, если мы вот так будем растягивать. Очень хорошо тренируются мышцы кисти. Тут веревочка. Я не стану, не буду ее пока разматывать. Различные кегли мини. Игрушечные. Похоже на боулинг. Шайбочки. Вот тоже с такой бороздкой по диаметру. Знакомый уже шнур. Два шнура с деревянными наконечниками. Также знакомые, как в первом наборе, цветные шнурки четырех цветов. И гусины различных форм. То есть шайбы, втулки и шарики. Также четырех основных цветов. И еще новенькое, то что нам не встречалось в других наборах. Вот такой, смотрите, штырь с резьбой. И к нему детали для навинчивания. В них тоже резьба. Ну сразу упражнение покажу. Мы можем завинчивать, вставить и завинчивать. То есть достаточно так, не очень быстро, но видите, да? Одной ручкой. Можем попросить ребенка выкручивать другой ручкой. Это один вид движений, завинчивания. А можно уже саму деталь. Так, видно вам вот так, крутить, да? Можно пальчиком, потому что здесь удобно получается. Выемки есть на детали. Можно прокрутить, да? Далее продолжим в эту же сторону. Вот деталька у нас пробежала по данному штырьку. Ну и так далее. То есть варианты вы можете придумать совершенно разные. Можно рисовать схемы, и по схемам ребенок будет навинчивать. Потому что здесь детали, получается, квадратного вида, типа шестигранник, шарик. Вот такая трехгранная шайба. И круглая. То есть в принципе достаточно большое количество может быть у вас в схеме вариантов. Можно по словесной инструкции просить ребенка навинчивать на штырь. Так, ну что ж. А, ну и вот еще вот такая вот резинка. Смотрите, вот такой шнур. Для чего он, я вам покажу потом позже. Это все нам пригодится для упражнений. Плюс еще несколько шариков. И кубики. Значит, вот такая вертушка волчок. Уже знакомый, уже тоже нам встречался был он. Просто два волчка цветных. Ну и кубик с различными цветными грани. А вот еще такой интересный кубик, но он совершенно пустой. Ну, видимо, для чего, как я так понимаю, для себя? Может быть, эти грани свободные для творчества педагога и детей. То есть мы можем придумать какие-то условные обозначения для того, что у нас находится здесь в данном наборе. Ну, либо помимо цвета. И наклеивать на эти грани. Может быть так. И кубик с точками. Ну, это все, обыкновенно. Итак. Значит, для удобства, для проведения каких-то упражнений, естественно, нам потребуется доска-основа. Доска-основа с данным набором в основном используется, ну, та же, вы с ней уже знакомы, которая была в седьмом чемодане в математике. Так, видно, да, хорошо ее. И для удобства, также, смотря с какими деталями я буду работать, мы можем использовать еще и такую доску-основу. Но в данном случае, вот, у меня доска-основа маленькая, небольшая. Она из дополнительного набора. Я вас в конце вебинара познакомлю еще и с дополнительными наборами. Так. Значит, какие упражнения мы с вами можем проводить? Не случайно я взяла маленькую доску сейчас сначала, потому что мы отрабатываем, как я уже говорила, одна из задач – это отработка разных видов захвата. И первый захват – это ладонно-пальцевый. Для него как раз нужны вот такие бочонки на штырьках. Ладонно-пальцевый захват, соответственно, то есть захват ладошкой и пальчиками. То есть педагог показывает ребенку тип этого захвата и просит вставлять штырьки вот таким вот образом. Именно так. Можно выстраивать различные… Можно узоры, можно просто в ряд. Причем, смотрите, можно выстраивать как рядами в горизонтальной плоскости, а можно попросить ребенка взять штырек и поставить вверх. Вот такую башенку построить. Башни могут быть одноцветные, а могут быть одноцветные. А теперь можно попросить сравнить еще. То есть мы дополнительные задачи, помимо отработки данного захвата, мы попросим ребенка сам, никакая башня выше. Почему эта башня выше? А если мы обратим внимание вот на эти засечки, то ведь можем и это положить в основу построения башни. Значит, тогда мы можем по словесной инструкции дать задание. В самом низу будет, или, допустим, давайте так, в этом ряду, в первом ряду будет башня состоять… В башне будет такое количество бочонков, сколько насечек на нем вы видите. Значит, во втором ряду башня будет из такого количества бочонков, сколько насечек. Значит, считаем здесь две и здесь столько же. Рядом будет ряд. Считаем, да, столько же. Если дети не умеют считать, ну, можно… Мы отрабатываем понятие столько же, да. Допустим, пальчиком отложил – один бочонок. Еще пальчиком – еще один бочонок. Еще пальчиком – еще один. Ну и так далее. Ну и так же мы построим, опять-таки, тренируя наш ладонно-пальцевый захват. Вот такие башни. Ну, то есть, вот таким вот образом. Лишнее уберем, чтобы оно нам не мешало. Считающие дети можно попросить посчитать. Также, так как детали разных цветов, вы можете закрепить название цветов. То же самое, можно различные задания на классификацию ведь давать. Давай, значит, в верхний левый угол соберем все зеленые. Ну, для этого задания так можно делать, распределить штырьки, перемешать их по цветам, чтобы они не по порядку были, добавить там, допустим, каких-то цветных, да. Значит, все, и даем задание. В верхний левый угол собери все желтые столбики. Пожалуйста, так, верхний левый у вас получается здесь. Все, ребеночек отрабатывает тот же захват. Далее, в верхний правый все зеленые. Все, выстраивает. В нижний правый все синие пойдут. И в нижний левый все красные. Заодно, смотрите, мы повторили умение классифицировать по цвету. Ну, и отработали наш ладонно-пальцевый захват. Далее, также можем провести работу посчитать количество, каких столбиков больше, какого цвета больше, насколько больше и так далее. То есть, ну, другие математические различные задания. Как еще можно использовать эти столбики? Чуть позже, на другом упражнении покажу, пока я их уберу. То есть, пока мы с вами посмотрели, как мы отрабатываем ладонно-пальцевый захват. Теперь мы работаем захват щепоть, называется щепотка соли, да, или чего-то сахара. Для этого используем уже другую доску основу с отверстиями более мелкими. Ну, кстати, смотрите, здесь тоже на этой доске есть отверстия крупные, поэтому мы тоже можем использовать большие эти столбики. Ну, более удобно, конечно, на другой доске, на которой только что я показывала вам это упражнение. Значит, мы отрабатываем захват щепоть. Педагог выставляет. Для этого нам нужны вот такие штырьки цветные. То есть, педагог показывает. То есть, смотрите, мы берем обязательно тремя пальцами. Большой, средний и указательный. И выставляем. Можем выставлять в ряд. Так как поле у нас пронумерованное, смотрите, заодно мы можем отрабатывать еще и порядковый счет. Главное, следим за тем, как держим. То есть, именно с щепоточкой держим. Допустим, один ряд педагог выстроил. Предлагаем другим цветом, ниже. Построй, пожалуйста, вот свой ряд из красных. И ребеночек у нас выстраивает. И параллельно ненавязчиво повторяет порядковый счет. Здесь может работать несколько детей, потому что поле достаточно большое. И количество цветов, вот эти штырьки у нас тоже получается 6 цветов. То есть, до 6 детей по очереди могут работать. Еще раз, то же самое. Мы можем выстраивать ряды как в горизонтальной плоскости, так и вертикальной. Например, давайте. Здесь мы выстраиваем вертикальных столько же. Вот такая башня получается. А давайте проверим, столько же, такая же башня это получилась или нет. В желтой столько же фишек, чем в красной и синей или нет. Тоже хорошее задание. Ребеночек берет, вытаскивает, переставляет. И заставляет фишки. Опять-таки, все, захват у нас тренируется. Смотрим вровень одинаково. Можно попросить работать правой рукой, а можно и левой. И нужно это делать. То есть, ребенок должен гармонично развиваться. Должны оба полушария. И мы должны давать задание, предполагающее выполнение двумя руками. Либо одновременно, либо по очереди. Ну, то есть, вот такие различные перестроения. Можно одновременно двумя руками попросить разобрать башню. То есть, опять выстраиваем. В ряды. Ох, рассыпались. Ничего страшного. То есть, красненькую можно убрать, чтобы подальше, чтобы она не мешала. То есть, вот такие вот манипуляции всевозможные по отработке этого захвата. Можно комбинировать, допустим, выстраивать какие-то логические ряды. Ну, например, задание, хорошо знакомый нам, да, повтори определенную последовательность. Я уберу шприки, чтобы нам не мешали. Сделаем последовательность. Для начала можно из двух цветов последовательность. Далее просим ребеночка, продолжи ряд. Затем можно усложнить. То есть, более простой вариант у нас будет. Господи, сама запуталась. Через один, да, более сложный. Допустим, повторяем. Повтори дальше. Ну, и так далее. Здесь, я думаю, что профессионалы знают, как выстраивать эти последовательности. Повторяю, что в пертре приучайте сразу себя и детей. После выполнения каждого упражнения не жалейте времени на то, чтобы на место сразу убирать все мелкие детали. Иначе потом это займет очень много времени, когда они у вас перепутаются и разбирать будет очень долго их. Так, еще какие варианты. Ну, можно, например, я уже говорила с башнями, чья башня выше, определить максимально возможное количество штырьков или башнями. Давайте попробуем построить. Два ребенка. И вот каждый со своей коробкой параллельно выстраивает башню. Здесь уже идет опытно-экспериментальная деятельность, да? Можно считать, а можно не считать. Если дети будут одновременно это делать. Так, что-то у нас что-то не ходит. Одновременно будут делать. Ну и опять-таки при нанизывании обращаем каждый раз внимание на захват. Вот лучше высыпать в ладошку. Какие-то с ладошки, либо с тарелочки брать. Видим, башня наклоняется, можно поправить ее. Опять-таки вот такие упражнения, они дополнительно еще воспитывают и усидчивость, и аккуратность. А для того, чтобы башня у нас не разваливалась, нужно поплотнее штыречек вдевать. То есть, как бы такое усилие сверху делать. Так, ну все, похоже. Нет еще, еще левобашня получилась у нас. Ну то есть и так далее. И вот мы делаем до момента, пока она у нас не рухнет. Какая крепкая. Значит, хорошо втыкаю штырьки. Получается. Видите, здесь уже удобнее левой рукой мне сделать. А теперь мы можем попросить детей подключить воображение, на что похоже. Стебель, допустим, если деревянный, это стебель. Стебель бамбука, может быть. Либо стебель пальмы. Ну, таким образом, такие упражнения. Как закончатся штырьки одного цвета, можно продолжать и до бесконечности штырьками другого, пока у нас башня будет стоять. Так, ничего страшного, все это падает. На занятиях будет у вас достаточно шумно, потому что все деревянное, звонкое. Так, следующий вид захвата называется пинцетный. Педагог выставляет стержни разной высоты. Можно высокий поставить стержень. Да, давайте поставим. То есть вот такие вот разные. Так, большим и указательным пальцем мы берем бусины разного размера и будем нанизывать их на стержни. Так, бусины. То есть большой и указательный. Взяли, нанизали. Нанизали сюда. Так. Можно, естественно, брать бусины разных цветов. Так, вот еще достаточно сложно. Опасть. Ну и так далее. То есть понятен принцип, да? То есть если тот захват у нас был еще по три пальчика, то здесь два пальчика у нас работают. И пальцы совершенно по-другому уже будут действовать. Здесь тренируем мы так его. Так. Задача ребенка – нанизать бусины на стержень при помощи пинцетного захвата. Вариации здесь также могут быть совершенно разные. Здесь можно сравнить количество бусин на стержнях. Рядом так поставить. Давайте сюда еще желтенькую добавим. Здесь уже стержень кончился, здесь еще есть. То есть можно дополнять, чередуя эти бусины. Опять-таки сочетание цветов может быть разным. Не ограничиваться только двумя цветами, как я сделала в данном случае. Ну и так далее. То есть строим башню. Задания по выстраиванию пирамидок. Достаточно много заданий было в предыдущих вебинарах. Вы сможете по аналогии посмотреть. Ну или придумать самим. Здесь опять-таки с нанизыванием задания на классификацию, по цвету, отработка навыка счета, понятий столько же, больше, меньше. Главное при этом обращаем внимание еще и на пинцетный захват. Еще раз показываю. Пинцетный захват это указательный и большой палец. Так. Можно пинцетный захват отрабатывать еще и при помощи прищепок. Значит, смотрите. Разверну поле, чтобы вам было удобно видно. Вот здесь мы можем использовать наши большие, допустим, штырьки. Вот они плотно стоят. И возьмем красную резинку. Опять-таки тренируется везде мелкая моторика и сила рук. То есть мы должны растянуть резиночку, чтобы ее надеть на штырьки. Можем надеть одну резинку. И берем прищепки. Потому что прищепки-то вот как раз мы ее берем большим и указательным пальцем. И нанизываем прищепочки. Так, из коробочки их еще надо вытащить. Очень хорошо плотно вставляется все. Упаковывается у нас материал. Опять-таки здесь параллельно нанизываем. Ну, чтобы не скучно было, можно давать различные задания еще. Посчитаем. Допустим, на одну веревочку педагог нанизал прищепки. А вторая веревочка будет для ребенка. Пожалуйста, на нижний столько же. И ребеночек надевает. Можно работать большими прищепками. А с маленькими уже это требует другого нажима. Для интереса также. На верхнюю резинку прицепить столько же маленьких прищепок, сколько больших внизу. Опять-таки понятие большой-маленький мы можем отработать. Прищепочки мы можем нанизывать как правой рукой, так и левой. Можно, допустим, попросить правой надеть прищепки, а левой сними. Можно устроить соревнования между детьми. Допустим, прищепки надеты для одного ребенка на верхней резинке, для другого на нижней. Кто вперед наденет, допустим, такое же количество прищепок, сколько шариков здесь находится, вот на этом стержне. Заранее педагог готовит количество разных шаров. Все, пожалуйста, задание сделай. Дети устраивают. Вот такие виды. Как еще можно использовать, где прищепки нам пригодятся? Значит, ну, также, естественно, это два высоких штырька я взяла. Можно брать такие низкие и работать уже. Соответственно, степень натяжения резинок будет разная, в зависимости от того, куда вы эти штырьки поставите. Значит, вспоминаем про наши бочонки, на которых тоже ведь насечки. Для чего они? На них-то как раз мы тоже можем надеть резиночки. Вот наши резинки. Они как раз очень хорошо, плотненько ложатся. И сюда также цепляем прищепки. Только если на большой резинке прищепки, как мы их поставили, так они и торчали ручками кверху, то здесь они у нас переворачиваются. Это уже усложняет задание для детей. То есть, чтобы ему снять, нужно немножко по-другому, видите, развернуть руку, да, но, тем не менее, все равно двумя пальчиками зацепить ее. Давайте попробуем маленькую прищепку. И попросим сравнить, какую легче. В принципе, практически одинаково. Можно попросить снимать прищепки с закрытыми глазами. Надевать также можно с закрытыми глазами. То есть, здесь еще тогда мы включаем тактильное ощущение. Ребенчик ощупывает место куда, прицеливается прищепкой. И вот ее надевает, проверяет, висит она или упала. То есть, если упадет, соответственно, да, допустим, как будто бы я промазала, то будет характерный звук падающей прищепки о деревянную поверхность. Так, ну, пока такие упражнения с прищепками. Следующее упражнение называется «Контуры из резинок». Здесь мы отрабатываем следующее, еще один вид захвата. Ладонно-пальцевый, я напоминаю, да. Это щепоть. Шарики все убираем. И будет движение, развитие объема движений кисти рук. Так называется это движение. Сейчас покажу примерно, что это такое. Для этого доску развернем уже. Можно развернуть так. Значит, на поле выстраивает педагог штырьки, ну, приблизительно в виде какой-то геометрической фигуры. Давайте сделаем квадрат. Затем берем резиночку и надеваем ее вот таким образом. Пальчики просовываем внутрь резинки и как будто бы раскрываем, как розочку. И раскрываем так, то есть нам нужно натянуть резинку при помощи одних пальцев. Ну, то есть, вот, видите, достаточно широко надо раскрыть. И, ну, далее уже работаем над геометрическим названием геометрических фигур. Какая фигура? Ну, квадрат в данном случае получилось. Штырьки можно выстраивать по-разному. Так, вот можно поближе, причем начинать-то лучше, конечно, поближе, потому что достаточно сложно, вот вы видели, да. Ручка у ребенка еще плохо развита, то есть он пальчики раздвинул и сверху как шапочку надел. Вот такое. И резинки одну за другой мы можем надевать на одну и ту же фигуру. Ну, для этого, вот видите, у меня уже резинки от времени немножечко растягиваются, поэтому вы так будете следить за ними, чтобы они достаточно хорошо натягивались. Ну, три достаточно. Причем снимать резинки можно попросить при помощи прищепок. То есть уже другой вид захвата. Мы берем прищепочку и пытаемся стянуть резинку. Ну, можем все снимать. Здесь уже как пойдет. Ну, можно по заданию. То есть давай будем снимать сначала желтую. Мы работаем прищепкой. Ну, пожалуйста, сняли. Давайте попробуем маленькой. Может быть маленькой поудобнее будет цеплять. Эту растянутую не составит нам большого труда снять. А попробуем стянуть. И, ох, штырьки у нас выпали. Ну, для этого достаточно нужно поплотнее их так поставить. Давайте еще раз попробуем. Нет, все-таки снимать удобнее, конечно, большой прищепкой. Так. И тягиваем вверх. Здесь, в принципе, педагог может помогать ребенку, чтобы вот эти штырьки у нас не вываливались и не создавалась ситуация неуспеха, да, какой-то постмажорный для ребенка. Ну, вот таким образом сняли. Фигуры, естественно, разные делаем. В зависимости от того, название каких фигур вы можете, будете на данном этапе отрабатывать. Можно предложить надевать и снимать эти фигуры вдвоем, а можно двумя руками, например. Вообще можно выставить штырьки. И просто на фантазию, хаотично. То есть какая фигура у нас. Вот докуда у кого рука дотянется, вот такая фигура у нас и получится. Такие вещи. Можно строить, да, пальчиками опять брать. И преобразовать. Ну, в зависимости от того, в каком порядке, естественно, вы поставите эти штырьки. И снимать также можно. Снимать можно левой рукой. Подложите дамочку. Так. Убираем штырьки. Следующее упражнение называется боулинг. Для этого также нам понадобится эта доска-основа. У нас их две, поэтому в целях экономии времени я немножечко ее подготовила заранее. Сейчас я покажу, что. Смотрите, значит, поле мы оформляем вот таким образом. То есть навинчиваются еще дополнительные штырьки. Так, вставляется штырь сверху. А так, нет, сначала шайбочка обязательно должна быть. С тем, чтобы деревянную поверхность нам не повредить. Ну, и завинчиваем винтом. Достаточно быстро все это делается. Опять-таки, можно попросить детей, чтобы они вам помогали. Они с удовольствием откликнутся на просьбу педагога-любимого. Так. Суть боулинга, помните все, да? Это сбиваем кегли. И вот здесь как раз нам понадобится вот этот белый шнур. Прорезиненный. Мы его натягиваем. Он достаточно плотный. То есть это тоже натяжка требует усилий. Можно в бок вот этот крепеж убрать, чтобы он нам не мешал. И мы выставляем наши цветные кегли. Все прям как в настоящем боулинге. Даже то, что выставляем кегли, уже попросить. Мы захват щепоть здесь, да? Можем пинцетным захватом отрабатывать. В зависимости от того, какой захват ребеночек выстраивает. Опять-таки, пока выстраиваем кегли, можем задать определенную последовательность. Либо весь ряд, допустим, каких-то синих-зеленых, либо темные, либо светлые тона. Ну, то есть поработать по оттенкам еще. Но главное-то суть боулинга заключается в чем? Вот в тех самых шайбочках, которые здесь есть небольшой, типа, бороздки. Для чего она? А вот для чего. То есть мы бороздку вставляем в этот шнур и указательным пальчиком оттягиваем. А, не с той стороны кегли выставила. Не случайно. Так, ну сейчас покажу здесь, потом переставим. Смотрите. Указательным пальчиком ребеночек оттягивает. Здесь как раз идет регуляция, модуляция нашего движения. То есть регулируем силу нажатия. И отпускаем. Видите, слабо. Для этого натянуть надо больше. Но чтобы было место для натяжки, поэтому вы можете эти столбики смещать немножечко в сторону. Вернее, ближе к середине. Вот сейчас мы кегли переставим. Кегли можно и поближе, кстати, поставить, пока ребеночек учится, ведь сила будет не очень большая. Вот так вот мы их поставим. Как-то так. Ну здесь немножко побольше места я оставила. И опять-таки вот обязательно указательным пальчиком. Вот уже больше мы оттянем. И отпускаем. То есть радости нет предела. Для также формирования еще коммуникативных навыков и социально-коммуникативного развития. Здесь мы можем предложить еще группе болельщиков с этой стороны живую изгородь устроить, да, чтобы не вылетали наши ни шайбы, ни кегли. Ну и таким вот образом. То есть главная суть упражнения этого, мы ставить, во-первых, резинку в этот желобок и обязательно указательным пальчиком. Причем пальчики тренируем разные. Сначала мы указательные, потом можем средним пальцем. А ведь можем потом считать, сколько указательным сбили, сколько средним. Вот видите, средним локче и получат. Можем безымянным. Ох, и так вот разными пальцами можем популять. Можем правой рукой, можем левой. Ну и так далее. То есть можем вообще двумя руками перебрасывать воздушный хоккей. Большие пальцы пошли у нас в ход. Ну, таким вот образом. Взять шайбочки разных цветов. Ведь у нас их достаточно много, смотрите. По две каждого цвета. А можно ведь вообще потом попросить одновременно. Давайте будем мы с вами. Могут шайбы у нас сталкиваться. То есть для этого кегли мы уберем. Вот получается борьба синей команды и зеленой. Здесь еще идет развитие глазомера и меткости. То есть нужно, чтобы шайбы встретились. Вот встретились, пожалуйста. Получается. Также, если задействовать вот эти клетчатые поля, можно посмотреть, ну, когда мы будем отрабатывать систему координат, да. На какой клеточке она упала, допустим. Вот здесь 10, да, здесь 2. Ну и так далее. То есть, в принципе, варианты заданий могут быть совершенно разные. Так, что еще можно делать с кеглями и шайбой? Можно ходить по лабиринту. Выстраиваем кегли в определенном порядке. Так, ну, примерно как-то так. Берем шайбочку и просим ребеночка указательным пальчиком провести шайбу между кеглями, при этом не задев и не сбив ни одной кегли. То есть, у детей пальцы менее длинные, поэтому им будет немножко посложнее. Поэтому, ну, там уже сами смотрите, регулируйте. Можно пошире кегли поставить, да, чтобы, ну, все-таки как-то поуспешнее было. То есть, самый высший пилотаж, когда кегли будут стоять близко друг к другу. Ну, и витееватость дорожки будет возрастать с каждым разом. Также проводить можно тоже с разными пальцами. Начинаем с указательного, потому что им удобнее всего. Далее, потом каждым пальчиком проводим. Ну, видите, уже более сложно мне. Мизинцем так вообще сложно. Потому что мне еще кулак будет мешать. Вот здесь как раз тоже повод для познавательной и исследовательской деятельности. То есть, посмотрите, проанализировать. Смотри, вот если указательным пальчиком я пройду в эти воротца, а мизинцем я не прохожу. Почему? Ребенок начинает уже включать мыслительную деятельность и рассуждает. Так вот у меня, оказывается, ширина-то еще требуется на ладошку. Ну и так далее. То есть, старайтесь как раз вот задание формулировать так, чтобы ребенок помимо механического действия с какими-то манипуляциями, с предметами, он еще и включал голову, что называется. Так, ну, шайбу погоняли. Боулинг мы с вами поиграли. А, и вот теперь предлагаю, есть еще такая игра. Хоккей называется. Как мы делаем хоккей? Хоккейные ворота здесь. Значит, для этого нам понадобятся наши штырьки. Средние, наверное, мы возьмем. Я сделаю воротики с одной стороны, чтобы быстрее было. Запомните сочетание цифр. Значит, мы делаем ворота на втором ряду от края. И 3, 4, 7 и 8. То есть, сначала 3, потом наискосок по диагонали ставим 4, здесь мы ставим 8 и 7. То есть, вот получилось две такие диагональные линии. Значит, каким образом заплетаем ворота? Значит, соответственно, так же должно быть, да? Вот, вот такой зигзаг делаем. Далее мы натягиваем веревочку нашу на большие штыри. Ну и уже натягиваем вот сюда. Вообще, в идеале, конечно, нужно делать воротики с двух сторон. Почему я делаю с одной? Потому что резинка наша, она не совсем разработана. Все-таки не так часто у нас пертра используется на занятиях с нашими преподавателями. Поэтому она еще немножко не растянулась. Либо потом придумайте на первых порах что-то более эластичное. Которое получше тянется. Потому что я просто побоялась, что деревянные штыречки сломаются. И не смогу вам ничего тогда показать. Чуть-чуть пониже. Кстати, для воротиков можно подойдут и такие вот, наверное, мелкие штырьки. Можно будет попробовать. Ну, затем уже самостоятельно потренируетесь. Так, ну и что? Все, и вы хоккей. Мы загоняем шайбу. Берем в руки клюшку. Клюшкой будет служить та же самая палочка. Смотрите, опять у нас идет захват щепоть. И начинаем клюшкой вести. Ну, естественно, мы можем поставить хоккеистов. А, ну давайте, кстати, в роли хоккеистов у нас могут быть и вот такие стационарные игроки. Сейчас мы поставим. А могут быть ведь и вот такие игроки. Разные защитники, нападающие. Все, и вот, пожалуйста, нужно обвести. А можно провести по какому-то лабиринту, если вы выстроите в определенной последовательности все это. Здесь также это командная игра же, ведь может быть, игроков может быть, ну, достаточно количества. Поставим сюда одного вратаря. То есть здесь ребенок будет стараться отбивать, а второй будет нападать. В данном случае я сейчас руками попробую, сама себе гол буду забивать, да? Ага, забила сама себе. То есть, ну, опять-таки, что здесь развивается? Зрительно-моторная координация, ну и опять мы отрабатываем разные виды захвата. Можно попробовать в хоккей поиграть разными клюшками, но я думаю, что, конечно, это будет удобнее. Почему? Потому что площадь соприкосновения больше и, соответственно, управлять ею легче. Ну, тогда захваты будут немножко разные. Ну, примерно, да. Здесь ладонно-пальцевый захват. Так. Вот такая вот игра в хоккей. У нас получается. Играть можно также по очереди, а первенство можно определять при помощи считалочки. Так, для чего нам понадобится еще, вот я рассказывала в самом начале, детальки-то у нас есть. Ну, я думаю, волчки всем понятно, да, для чего они. Пожалуйста, ребеночек крутанул правой рукой, левой рукой. Он, опять-таки, может соревноваться сам с собой. То есть здесь вот мы смотрим. Давай, одновременно сейчас я крутану. И посмотрим, какой волчок дольше прокрутится. Могут два ребенка друг с другом соревноваться. Чей больше. Ну, примерно. Нет, правая рука все-таки посильнее. То есть покруче я закрутила, получается, его, да. Так. Ну, этот волчок мы используем для либо жеребьевки, либо когда мы отрабатываем разные захваты. Так, какое число? Ну, шесть выпало. Поэтому мы можем предложить ребенку, когда мы пинцетный захват отрабатываем, для этого используем такие маленькие бусины. Ну, то есть мы смотрим, они тоже с дырочкой. Вот для чего, кстати, вот эта веревочка, она такая достаточно плотная и прорезиненная. Ну, я не буду сейчас, разума, так покажу вам. Мы можем, то есть представьте, меткость какая, вот эти бусины нанизывать на эту веревочку. Это бусы. А можем их просто перекладывать, получается, тогда. Допустим, отложив пять бусин. То есть берем захват пинцетный и поехали. То есть то мы пинцетный делали при помощи прищепок, то сейчас мы делаем просто пальчиками так, сколько у меня, последняя. Ну и так далее. Разные виды кубиков, значит, если этим кубиком, соответственно, он позволяет нам цвета бусин регулировать, то есть будем работать с синими бусами, ну и так далее. Так, что еще не показала? Так, ну вот работа с бусами и с нанизыванием у нас идет на цветные шнурки. Так, сейчас я вот это поле уже уберу. То есть когда мы нанизываем, в принципе, оно нам, наверное, уже не совсем нужно, получается. Возьмем ящик. Опять-таки пинцетный захват. И нанизываем. Опять про нанизывание мы подробно рассматривали, когда я рассказывала про третий чемодан. Классификация. Ну то есть вот совершенно разные будут. Также нанизывать можем, помимо как шнурков, одеваем. Пирамидки. Ну для этого доска снова соответственно нанизана, да? Пирамидки. И разные манипуляции совершаем с пирамидками. Так, здесь вот еще, я заметила, вот еще есть такая коробочка, и в ней пробки. Для чего они могут быть? Ну я так подумала для себя, наверное, вот эти дырочки. Как раз если, когда мы вводим шайбу, мы можем ее вводить пальцем, ведь и мимо вот этих. Так, ну здесь начало вот этим шариком можем закрыть. Итак, взяли шайбу и пальчиком повели. То есть вот, как раз смотрите, да? И пробочки, даже если мы наткнемся, то пробочки будут достаточно плотно. Если мы эту шайбу будем толкать, соответственно, ну тоже оно может определенные препятствия служить. Во время хоккея тоже можно устраивать такие препятствия. Опять-таки препятствия выстраиваем при помощи вот этих штырьков. То же самое. Вот здесь уже посерьезнее получается преграды у нас. Попробуем шайбу провести и маниф. Ну то есть здесь уже нужно каким-то образом перебирать пальцы. Ну и так далее. То есть вот такие такой замечательный набор. Тут, естественно, еще не все упражнения они могут быть гораздо разнообразнее. Но главное здесь, что достаточно мелкие детали, которые способствуют формированию еще и усечивости. То есть вот так, если мы медленно и печально будем перебирать эти бусины, можем ведь их считать, нанизывать. Это еще и успокаивает нервную систему для гиперактивных детей. Хорошо можно использовать так. Ну вот, пожалуй, с этим набором я закончу. И сейчас я хочу вам представить, как я и обещала, дополнительные наборы. То есть дополнительные наборы к Пиртри были буквально пару-тройку лет назад, наверное, они были выпущены. для чего основное назначение этих наборов. Ну, то есть это уменьшенные копии, более компактные, уже хорошо знакомых вам чемоданов. То есть вот видите этот набор, в таких они ящичках. Вот то самое доска основа, которая является же крышкой к этому ящику. Вот она. Снимаем тут же работаем. Посмотрите, оно все достаточно компактно и умещается. Ну, дополнительные его детали бусины разных цветов форм и размеров точно такие же бусины, как представленные в третьем наборе. Штырьки, ну, в данном случае их всего пять и они одной длины. То есть здесь без особых таких вариаций и излишеств. Напоминаю еще раз, штырьки к низу немножечко заужаются с тем, чтобы удобно и плотно встать в пазы. Мы вот так выстраиваем. Почему их пять сделали? Потому что поле у нас пять на пять дырочек. Получается все. И начинаем нанизывать пирамидки и работать верхушку я нашла. Работать точно так же, как мы работали с третьим набором. Для разнообразия даны еще два шнура точно так же знакомые. такие кубики мы можем я сейчас уже не буду повторять эти упражнения то есть и животное из них построить и пирамидки и классификации в разных вариациях. В принципе данного комплекта для занятий может быть дома либо индивидуальных занятий вполне достаточно. за рубежом практикуют в некоторых московских образовательных организациях практикуют психолог например на большой пертре позанимался с ребеночком нужно дать задание на дом на закрепление ну если естественно все зависит от взаимоотношений с родителями если вы доверяете родителям значит даем задание и даем вот этот наборчик вот вам пожалуйста неделя занимайтесь в конце недели мы будем делать срез результатов так второй набор дополнительный точно такая же коробочка тоже с крышкой основой и смотрим здесь у нас тоже до боли знакомые пластины с желобками желобки прямые изогнутые и так далее здесь мы выстраиваем напоминаю что мы делали с этими пластинами мы выстраивали разные лабиринты дорожки вот таким вот образом и к нему даны машинки четырех цветов машинки тоже смотрите здесь как и в большом наборе с одним штырьком с двумя штырьками человечки без штырька и со штырьком где-то убежали еще два человечка здесь у меня вообще всех по четыре то есть четыре машины и четыре человечка и вот мы еще раз говорю пальчиками проводим человечками без штырька со штырьком машины разные ездим в разных направлениях правой левой рукой и так далее то есть закрепляем опять-таки зрительно-моторные навыки координации пространственное мышление очень хорошо развивается опять-таки играем с цветом то есть мы переворачиваем строим дорожку половину дорожки мы можем построить допустим в темном цвете а вторую половину продолжим допустим в бесцветном варианте но с бороздками то есть вот еще раз говорю я повторять сейчас упражнение не буду просто покажу что вот такие наборы они у нас существуют легко принес домой позанимался либо индивидуально рядом может второй педагог заниматься с ребенком в то время как психолог с основной группой детей так есть еще ведь и набор номер три он состоит аж из трех коробок давайте заглянем туда что же вот так они выглядят эти коробочки еще более компактные еще более маленькие так видно да значит открываем крышки не будем вас томить и что же мы видим здесь а здесь детали как раз набора похожи на графомоторик то есть это по-моему если память не изменяет пятый чемодан для развития графомоторных навыков то есть здесь линии более плавные то есть другие какие-то немножечко узоры похожи на них но немножко другие из них легче составить различные варианты элементы букв ну и так далее давайте так на столе что-нибудь соорудим почти сердечко у нас получилось так вот как хорошо так сейчас я к вам разверну смотрите как у нас сердечко так ну такая дорожка и по ней проводим пальчиком ручкой причем ручка здесь смотрите если там этот карандаш он был запаян то здесь если я потрясу слышите звук что же это это шарик там аккуратно только шарик несколько шариков три магнитных видите шарика сейчас я один возьму а два обратно и плотно закрывайте крышечку вот мы можем а нет это делается через стекло сейчас я покажу как оно делается то есть шариком мы пользуемся немножечко в других обстоятельствах так пока сердце убираем здесь просто ручкой проводим да вот эти штырьки для чего они вот опять наши хорошо закрывающиеся крышки и если мы будем выстраивать допустим какой-то какие-то линии какие-то узоры да делаем то есть смотрите вот здесь как раз набор состоит вот именно эта коробка состоит из элементов одинаковых то есть они с одной стороны полукруг и с другой стороны полукруг это как вот есть карточки КАЕ если слышали может быть тигры Каналетто Виколетто и вот там как раз тоже плоские карточки и на них нанесены плоские узоры вот цветные разные линии здесь вот то же самое вот казалось бы из элементов одного и того же формата мы можем выстраивать совершенно разные линии хотим закруглим закроем не хотим у нас пойдет продолжение этой волны это очень хорошо развивает еще и опять таки пространственное мышление и воображение вот эти вот задания для чего же вот эти штуки нам даны вот мы вставляем и можем брать то есть это использовать как вкладыши своего рода для удобства наверное построения и передвижения я так думаю ну так же мы можем конечно отрабатывать наши захваты синцетный щепоть пожалуйста и ладонно-пальцевый раз и все убрали очень быстро вот такой такой ящик интересный интересный такого даже большой петри не было да варианта смотрите что здесь есть еще большой вот такой шарик для чего он железный достану вам чтобы его катать по разным дорогам вот возьмем наше сердце и пальчиком прокатим шарик таким вот образом конечно чтобы не разъезжались на столе это делать неудобно все-таки используйте вот эти маленькие доски основы сейчас я еще раз ее покажу как раз она она сама по себе компактная и рассчитана на количество элементов вот таких малых наборов то есть как элементы больших чемоданов пертры друг с другом хорошо компонуются и сочетаются так же смотрите происходит и в дополнительных наборах то есть авторы не изменяют своим традициям и принципам при изготовлении даже дополнительных наборов так еще один набор что же здесь здесь похожие пластины а кстати они абсолютно такие же то есть получается у нас два ящика абсолютно одинаковых пластин смотрите давайте попробуем кстати вот как раз карточки КАЕ вот мы можем выстраивать еще и такие вот разные концентрические плавные линии вот у нас получился какой-то узор можем причем мы сделали центральный узор что можно с этими карточками и четыре ребенка четырех сторон могут одновременно продолжать выстраивать свои узоры но для этого соседям надо будет договариваться да как ты хочешь чтобы продолжать продолжался этот узор а могут они договариваться они могут параллельным образом идти то есть у нас может получаться общая центральная картина а может и нет может у каждого будет какой-то свой то есть вот здесь какая-то своя история будет развиваться то есть вот таким вот образом построили разные узоры и затем походили по ним пальчиком поездили машинками ножками да и так далее такие упражнения и есть еще один четвертый набор дополнительный вспомогательный наверное ко всем получается значит что в нем вот такая вот коробка я одну резиночку уже сняла с двух сторон таким плотными достаточно плотными резинками причем ничего просто так здесь не собрано и резинки то тоже нам в дело пригодятся смотрите крышка служит еще и доской основой как все у немцев продумано так сюда ближе вам покажу доска основа для чего на этой доске основе как раз мы можем выкладывать наши узоры и вот они четко сюда ложатся уже ничего у нас двигаться и ездить не будет закрываем пластиком так ну здесь сюда положу еще две чтобы чтобы плотненько и резиночками притягиваем резинки плотные поэтому держатся очень хорошо но предварительно мы запускаем туда шарик так затянули вот и теперь мы можем работать нашей магнитной ручкой выцепили шарик и поехали ну здесь видите у меня немножко сбились поправим и вперед вот таким вот образом то есть принцип понятен да смотрите что еще здесь есть а здесь что-то отдаленно напоминает песочницу это песок у меня в упаковке я не стала его сейчас высыпать ну я думаю что принцип понятен то есть мы насыпаем сюда песок песок кварцевый такой мелком очень мелкий приятный на ощупь выложили дорожку провели пальчиком по дорожке провели ручкой по дорожке а теперь говорим а теперь пожалуйста дорогой ребеночек на песке это изобразим и он рисует подобные узоры на песке то есть таким вот образом дома в очень компактной обстановке и малым количеством достаточно оборудования мы работаем над формированием графомоторных навыков наших детей вот такой скребочек вот он как раз смотрите тоже как продумано для того чтобы определенный слой песка у нас выравнивался то есть вот эти вот засечки они четко вот они одеваются и песочек равняется оставляя ровный несколько миллиметровый слой толщиной вот такой замечательный набор так ну вот пожалуй и все на этом я хотела бы сказать на прощание что за сколько у нас уже получилось 6 серий нашего сериала я надеюсь что вы получили представление о всех 7 чемоданах набора психолога пертра я думаю что вам эти упражнения запомнились наши вебинары были полезны но еще раз повторяю нет предела совершенству здесь я старалась показать только основные приемы основные упражнения те у кого уже есть наборы либо те кто их приобретут не ленитесь сами играйте действуйте ибо действие оно первостепенно только от действия происходит дальнейшее развитие успехов вам дорогие педагоги вам и разве